Так что вы демонстрируете? Демонстрируем процесс работы на стоправо с шейным отделом позвоночника, да? Направо поверни голову. Так, сейчас я расслаблюсь. Давай, потихоньку, поверни, просто поверни. У тебя она вообще не поворачивается. Смотри, вообще не поворачивается. Ну как? Чуть-чуть поворачивается. Ну ты должен подбородком плечо свое видеть. Где-то она, смотри, три пальца здесь. Давай сюда. В другую сторону, что ли? Да она вообще не вертится у тебя. Мне казалось нормально. Давай потерпи чуть-чуть. Жесткие методы, да? О, сриятно. Потом будет приятнее. Ну, я профессоналу всегда доверяю. Мне это нужно делать точно так же, Олег. Точно так же, да. Тоже. Ну, мне это не привычки, меня-то никто не делает. Да. Ну, я давно никто не разминал. Давай, пожалуйста. Сапожник без сапог. Да. Монарный терапевт без терапии. Массажист без массажа сама пользуется. Сейчас полностью шея расслаблена, голова расслаблена, плечи расслаблены. Чтобы я куда мог, туда я повернула. Расслабь, еще, расслабь, еще, еще. Ну, 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 расслабь. Ну, вот, стараюсь. Вдруг мой зажатый хорошо. Не напрягайся. Еле, еле, еле. Шестой, пятый. Еле. У тебя плечи, у тебя шея очень короткая. Короткая. Очень короткая, да. Масса. Ну, и мышцы зажатка, конечно, да. Давай сейчас вот так на оба щекаре. Не бойся. Не бойся. Самое главное быть, чтобы ни одна мышца не напрягла. Ни одна. Вот так. Нормально. Безопасно. Все, спокойно. Подтверждаем. Тебе вот этот отдел зажать. Вот первый грудной, седьмой шейный, шестой. Я до них добраться не могу. Но это надо лежать, да? Отклинает, да? Давай верхний, сейчас пройдем. Сюда. Ты чего напряг? Не боюсь. Не бойся. Челюсть, сомкни глаза, закрой. Расслабь, расслабь. Шею, расслабь. Так, есть. Ох, все, спокойно. Здоровый, еле, че, не боишься. Так, потихонечку поворачиваем. Шею направо. Боли нет никакой? Острый. Ну, чуть-чуть. Давай потихонечку налево. Что дальше пошла? Я обманываю. Мне кажется, дальше, да. По крайней мере, лот. Да. Один палец остается. Да, вот сюда еще у нас нет. Вот сюда еще нет. А то у меня мышцы болят с этой стороны. Да, сюда еще нет. А вот сюда, дальше. Ну, вот так вот, видишь, каждый день разрабатываем. Разрабатываем. Оно легче, 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 легче. Не все сразу дается. Давай, знаешь, так начнем. Давай, дайте я этот палаток тебе дам. Давай, знаешь, что скажем нашим зрителям? Просто многие находят такие поверья, мифы, что хруст это вредно. К врачам придешь, они скажут, что нельзя мануальную терапию вот эти вот повороты шеи делать ежедневно, там, или регулярно. Там, один раз в год, говорят, не хруст делать. Знаешь, на всех мел не будешь. А на самом деле, да, вот ты мне предлагаешь, приходи завтра, опять хрустим. Вот, видишь, результат, вот человек, вот, Олег. Я уже, да, намного себя сейчас... Ну, давай, проясним ситуацию. Хруст не вредно, да? Нет. Если я с хруст, то это для нас, как специалистов, это сигнал, что идет восстановление, да, разбитировка. Диск мобильный, да, это форсеточный сустав. Все, он начал двигаться, он начал диск чуть-чуть выдвигать. Наша задача сделать диск по круговой, мобильным, чтобы он хорошо был и эластичный, и вытянуть его чуть-чуть, именно руками вытягивать. Никакие турники тебя так не вытянуть, ничто. Только специалист руками может. Да, турники не могут быть. Потому что, что получается? Вот, например, взять, да, позвоночный стол. У человека зажат поясничный отдел. С1, L5, L4, L3 зажата. Соответственно, второй, первый тоже будут чуть-чуть зажаты. Диски сдавлены. А сгибаться-то надо. Где будет сгибаться? Первый поясничный и 12-й грудной. Увеличен диск. Да, да, да. Все. И он полез на турник. Полез на турник. Вопрос, где порвется? Ну, между 12-м и 1-м. Правильно. Так вот, надо руками все это дело сделать. Раздвинуть. Зашевелить. Заставить диски работать. Восстанавливаться. А потом турник. Все. А тогда вот встречный вопрос. Многие сомневаются, спрашивают. А если вот мне так расшатают эти вот связки, что они начнут такими быть пластичными, что кости сами будут разъезжаться потом? Я принимаю больше 20 лет. То есть, у кого ничего не разъехалось. То есть, переборщить невозможно, да? Нет. У меня наоборот есть результат. У меня есть друг мой, он на правах друга. ко мне заскакивает раз или два раза в неделю. На протяжении пяти лет. Он на такси работает. Иногда там спит в машине. Денег зарабатывает. Я призываю, что болит у меня опять в машине спал. О, таксистов. И вот он на правах друга. Всегда. Да, заскакивает. На протяжении пяти лет. Потом он знаешь, что мне говорит? Говорит, а ты знаешь, мне стали говорить, что я выгляжу моложе своего возраста. Мы подняли фотографии. А когда человека каждый раз видишь, ты же не видишь, как он меняется. Ну, конечно. То есть, прям реально вы видели. Реально другие люди, да. Так, еще раз. Раз в неделю заскакивал? Раз или два раза в неделю. А вообще... На протяжении пяти лет. И не боялся. Все хрустело, все трещало, да? Все, да, делали. Так что вот просто... Мы даем понять, что это только благотворно влияет, даже вот помолодел, да? Помолодел. То есть, что, смотри, продольные мышцы мы делаем, кровоток усилен, шея усилен, кровоток. Самые основные мышцы, где нужен кровоток. Пока мы спортом занимаемся, с нами все хорошо. Как мы спорт бросили заниматься, кровотока нет, мы начинаем через несколько лет чахнуть. А что ж такое? Непонятно. Вот и все. А так, вот это, то, что я делаю, да любое я делаю, ты делаешь, казак, астопрадил, хоть каждый день. Это все благоприятно сказаться. И вот эта ерунда, то, что там все раздвинется и будет съезжать. С ними, эти мифы, да. У меня не было таких случаев. Я просто, у меня лично таких случаев не было. Кстати, вот у меня предыдущее видео. У меня тоже не было, да. У меня на 19 килограмм похудел человек. За счет чего? Просто я ему делал массаж. Вот то, что я делаю. Массаж для похудения? Никакого похудения. Сильно жиры в неминале тогда? Ничего я ему не раздвиню. А что? Все опознанночь. Он говорит, питался как и питался. Не может быть только позвоночник правиле. У него единственное то, что отличит нас, у нас вот такой плотный жирок, а у него пуховой жир. Пуховой. Мягкий, да. Он быстро выходит. Вообще быстро. То есть это поверхностный жир, то есть невинный. Подвесил 100 килограммов. Это межклеточный жир. 100 килограммов весил. Подхожный. Да, это самое. И входит на курс. Андрей Крич, я похудел. Вот я похудел. У меня все худеют, ну, 3-7 килограммов. Это нормально. Я даже не обращаю на это внимание. А вы спрашиваете, где похудеть? Я похудел. Я похудел. Ну, молодец, молодец. А потом говорит, я на 19 килограмма похудел. Как? Как? Как, что? Два месяца. За два месяца? Да. За два месяца? Да. И входит диеты? Да, я сделал видео. Он говорит, кушал. С чего еще страсти не менял? Чего не менял, абсолютно. Потрясающе. Я, честно говоря... У меня это первый, вот за столько лет, это первый... Да, первый человек такой отмопался, да. Я вот реально это все подтверждаю. Реально вот сняли видео, он говорит, вот так. А я просто внимания не брал. А вы спрашиваете, как похудел? Ходите на массаж, ходите на правку позвоночника, да? Хотите на вытяжение, выпрямление. И начинают, ну, все системы просто нормализироваться и нормально работать. Она же от позвоночника, ось... Сколиоз грудного отдела, как раз за пищеварительный тракт отвечал. Сколиоз. Да, от позвонков расходятся нервы, как раз и дуют... Да, грудной отдел, он как раз все внутренние органы, живота отвечает. Ну и, соответственно, ну, это всем известно, что нервы иннервируют любые органы наши, да? Так что позвоночник, он дает эффект. Конечно. И вот сейчас еще одно интервью. Человек, первый раз, вот я ошибку правил, как это вообще ощущение? Бру, нигде не переклинило, ничего нормального. Нет, нет, ничего, конечно, все бодро. Грация, конечно. Вот так вот. Вот так еще горит даже немножко. Настучали, настучали мне по шее. И все, зажглось, мозги даже работают. Здравия! И вам того же, заходите почаще. Смотрите наше видео, делайте лайки, репосты, подписывайтесь на канал и оставляйте свой комментарий. Всего доброго! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok